Всем привет! Вы на канале Жизнь с цветами и без. Меня зовут Светлана. И я рада приветствовать всех своих постоянных зрителей и тех, кто случайно зашел на мой канал. Ребята, это я вас отвлекаю от основного растения, которое хочу вам показать. Но это, чтобы вы сразу в обморок не падали. И у вас было время сейчас поставить на паузу. Заварить себе чаек или кофеек и капнуть туда коньячок. Вы думаете, я скажу валерьянку? Не, ребята. Кстати, есть такая поговорка, тут без бутылки не разобраться. Но я вас не призываю к бутылке, но в чаек или в коньячок капнуть чаек или в коньячок. Ай, что она говорила? Детский липет. Ага, про алкоголь детский липет. Ладно, ребята, я немножко психую. Не нервничаю, психую. Потому что тема действительно интересная. Ой, ну что. Поставили на паузу. Сбегали. Налили себе успокоительного. Кто чем успокаивается. Сейчас я вам покажу мою печальку. Сюрприз, сюрприз. Да здравствует сюрприз. Ну я уже, как говорится, смирилась. Но психи бьют. Коньяк не помогает. Шучу. Помните мою толстяночку? Бедненькая, несчастненькая. Вот она за месяц. Или три недели. Не, она месяц точно прошел. Вот стала вот такой. Ой. Я думаю, что я сама виновна в этом. Не виноватая я. Он сам ко мне пришел. Знаете, в чем я себя виню? Обычно, когда я покупаю цветы в магазине, я их тут же потрошу. Смотрю, что там с корнем. Что как. А когда беру на ярмарках, либо у бабушек, я делаю пересадку перевалочкой. В надежде на то, что там все-таки грунт нормальный. Ну люди делают на продажу. Нянькают их. И там все хорошо. И вот здесь, когда я купила эту толстяночку, это денежное дерево. Ух ты. Сейчас вспомнила, что она денежное дерево. Я же надеюсь, все свои деньги вот так вот не растрынкаю, как она листочки. Тфу-фу-фу. Через левое плечо поплюю. А знаете, почему через левое? Потому что считается, что на правом сидит ангел, а на левом сидит... Ну, черт. Бог с ним. Ой, боже. Что-то я вот это вот сегодня вообще ересь несу. Ладно. И я ее, вот эту толстянку, купила, ну, у частного лица на ярмарке. И мне показалось, что грунт нормальный. Я перевалила ее просто в чуть больший горшочек. И все. Я еще присмотрелась на этот грунт. Ну, мне показалось, что все там нормально. Не могла отрегулировать полив. Я не могла понять, пьет она у меня водичку, не пьет. Я уже ее и от всяких козебошек обрабатывала. Это же вам показывало, что я нашла там какого-то жука засохшего на ней. Так-то смотрю, вроде чистенькая, вроде бы все нормально. Короче, я сегодня утром, думаю, ладно, не буду доводить до беды. вытряхну я этот грунт из горшка. Ребята, ну, это было нечто. Грунт, я так поняла, был с огорода вот эта кубанская земля. Она-то, конечно, жирная, плодородная. Но если она пересохнет, либо залита, она становится, знаете, вот как, ну, как на Кубани говорят, глыковатая. Вот как пластилин. Во! Слово пластилин. И я ее еле смыла с корней. Короче, я вымыла полностью корни. Взяла ее, обрезала. Ну, прежде, чем всем этим делом заняться, я, конечно, насмотрелась видео кучу. Вымыла корни полностью. Обрезала толстяночку. Вот я все, все ранки поприсыпала пеплом. Корень подержала, развела в теплой воде. В теплой водичке вот этот Максим Галкин. В теплой водичке развела Максим Дачник. Полчаса у меня там эти корни были. Потом я просушила их полотенчиком. И еще дала даже чуть-чуть полежать на солнышке. солнышко. Солнышко у нас, ого-го, градусов 35 сегодня. Корни потом опять же присыпала вот всем этим этой золой, пеплом. Вот это прям обсыпала, обсыпала хорошо. И что сделала, сейчас покажу. вернулась к своему способу посадки всех растений в прозрачный горшок. Именно тех растений, которые мной приобретены, и я не знаю, что у них там с грунтом и с корнями. Сейчас покажу. Ну вот, прозрачный горшочек. Небольшой взяла, естественно, потому что там половина корней поотваливалась. Сделала свой грунт. Значит, на дне у меня керамзит, как дренаж лежит. Там, естественно, отверстие на горшочке. Потом я прям угольки положила, древесный уголь сверху керамзита. И сделала свой грунт. Значит, здесь чуть-чуть листовой, чуть-чуть дерновой, чуть-чуть лечу зепон, чуть-чуть перлита и, опять же, уголь. Ну и керамзитины мелкие там попадались, я их и оставила. В общем, все это дело я намешала. Когда перлит добавила, я чуть-чуть сбрызнула перлит, потому что, когда замешиваешь, чтобы он не летел и ты эту гадость не глотал. И вот это замешала и абсолютно в сухую землю, я его, этот цветочек, эту толстяночку посадила. Правда, на дно денег не положила. Ладно, понаблюдаем так. Потом я просто монетки запихаю в этот горшок. И еще, если все будет хорошо, а все будет точно хорошо, по-другому быть не может, еще повешу сюда красные ленточки, монетки. Ну, в общем, будем процветать. В общем, ребята, вот такая у меня история с толстянкой. И я для себя сделала вывод, что первый и последний раз я покупаю цветы и не смотрю, что у него с грунтом и с корнями. Вот наступаю на одни и те же грабли, да? Но я хочу сказать, что я не на одни и те же наступаю грабли. У меня такое впечатление, что у меня набор граблей и побольше, и поменьше, и покрашенное в красненький, в желтенький. В общем, набор граблей у меня есть. Вот. Все я это теперь сделала. Не поливала. Полью даже не могу сказать когда. Буду просто наблюдать и смотреть. Вот когда уже пойдут первые росточки, а я думаю, пойдут, то тогда может быть прям по капельке, по капельке начну отпаивать. А пока в принципе стволик-то тверденький и вот эти листочки, которые остались, они даже не мягенькие. Они тоже нормальненькие. Просто, видимо, вот в этом пластилине уже эти корни не могли питаться. Вот и все. Кстати, я сюда не добавляла никакого удобрения. И поливать удобрением не буду. Просто буду поливать тепленькой водичкой отстойной. Но это я себе даю слово. Будем, ребята, наблюдать. Но чтобы вот это так грустненько не было, сейчас я вам покажу что-нибудь хорошего. А что-нибудь хорошего, помните, мы бушку сносили вместе с вами вот этому старому-старому кактусу? Ну что, стоит. Я его, правда, тоже еще не поливала и не буду. Смотрите, ранка затягивается. этот кактусик нормально выглядит. Во! А, вот, я же еще у меня была, олеандр был, да, он отцвел, отпал, сам отпал, и здесь три макушечки. Где они тут? Видите тут? Он с места цветка, ой, извините, дал три макушечки и дал вот одна у меня ветка поросель пошла. Ну, не цветет, и ладно, пущай, пока нарастает. И будем и так пока любоваться им. Ну, вот, помните мои трофеи из Турции? Все живы-здоровы, и тургор прям хороший. Они же у меня подвяли, пока там лежали в Турции, потом в чемодане, на второй день только дома я их начала пересаживать. Ну, я их уже один раз чуть-чуть полила. И вот они, цилиндропунции, все стоят как солдатики. Класс, да? А вот вчера я купила вот эту ледебурию. Вот когда я у всех спрашивала, что это за цветок на ярмарках, я видела его, мне нравилась листочка, все говорят леди буря. Я все время думала, надо посмотреть википедию, почему леди буря. Мне думала, что это звучит так, как вот клеродендрум госпожи Томпсон. Я думаю, это тоже типа вот леди, назвали ее в честь этого дела. Нет, леди буря, для новичков, одним словом все время через е. Леди буря одним словом пишется. Я там чуть-чуть почитала, но сегодня не буду о ней рассказывать ничего, что я новенького узнала. Ну, как бы тема сегодня не ее. А что касается клеродендрума госпожи Томпсон, ребят, она у меня в этом году не цветет. Клеродендрум он, либо госпожа Томпсон она. Массу растит. Ну, я думаю, может быть, чуть-чуть попозже она у меня задумает. О, она меня зацвести. Ну, будем ждать. Ну, и вот, помните, я вам показывала крассандру, которую мои сеянцы. Вот этот должен быть желтым. Но, дело в том, что эта крассандра, он цветок, у него первые листочки выходят желтые, а когда он начинает созревать, не хочу говорить стареть, они становятся оранжевыми. И смотрите, у них какие вот лапки, да, вот такие лапки. А сейчас покажу ту крассандру, которую я купила, и сравним листочки. Ой, давай, 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 работаем, работаем, улыбаемся. А здесь у крассандры вот листочки, они более круглые. На вилый пол. Вот это на окно снимаю. Тащить же цветок лень. Куда тут стаскивать? Тут у меня столько их. Ну, в общем, видите, а здесь кругленькие листочки у крассандры. Все-таки сорт разный. Уже меня это радует. И вот мой грек пахистахис. Смотрите, я вам показывала, что цветок сам отпал. Я ни один цветочек не обламывала. Он сам отпадает, когда вызревает. И вон, видите, малявочки он сразу же дает росточки. Не, ну шо это такое? Телефон, что ли, новый покупать? Не хочу. Я к этому привыкла. Вот. Где желтый листочек, сразу же там дает росток. Ну, давай. Давай. Я же говорю, работаем, улыбаемся. В общем, верьте. Во! 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 Улыбайтесь вместе с нами, настроение будет с вами. Во! Видите? И рядышком тоже уже точечка наметилась. Тоже будет росточек. А, и вот. Это даже на цветок на новый похоже. Вот они отцветают и снова будут цвести. Этот тоже у меня молодец. Молочайте рукали. Преоть, преоть, преоть. Уже чуть-чуть и будет под потолок. Так, ребята, а теперь вопрос. Вопрос в основном к тем, у кого есть свои каналы на ютубе. Ну, как вопрос зрителям, да, вопрос в зал. Вот, смотрите, когда вы просматриваете мой канал, возможно, вам его рекомендует ютуб, либо вы сами как-то по названиям находите, вы потом мне пишите отзывы. Отзывы я читаю, либо вам отвечаю, либо ставлю сердечко, но стараюсь всем отвечать. Как мне с этих отзывов перейти на ваш канал? Я же тоже хочу посмотреть ваши каналы, и если мне будет интересно, обязательно подписаться, поддержать. Ну, друг другу уж надо поддержать. Вот смотрите, я нажимаю на ваша фамилия, имя, либо название канала. Я понимаю, что у людей, у которых нет канала, они могут просто как-то высвечивать фамилию, имя, ну, а тут с названиями выходят. Я нажимаю, но почему-то я не перехожу на ваш канал. Как мне перейти, именно попасть на ваш канал? Подскажите, я делаю еще по-другому, просто вижу название канала, тупо в ютубе, в поисковике набираю, тогда я выхожу на ваш канал. Но если полностью это название у меня выходит, я его могу прочитать и забить и найти к вам, как дойти. Но бывает, что написано вашего канала только начало, а что там в конце, и я не понимаю, куда мне зайти. Помогите, пожалуйста. Вот канал все обо всем Марусин, я на нее подписана, я на нее смотрю. Маруся, привет, спасибо тебе большое, я столько много интересного узнала, даже мне нисколько рецепты и травы нравятся, мне нравится твоя болталочка, вот ты рассказываешь о жизни, о быте, вот это вот мне вообще интересно, вот любительница всезнайка. Ну, в общем, девочки, подскажите, как попасть на ваш канал? Можно даже, ну, вот, Маруся, если ты знаешь, если ты сейчас смотришь мое видео, прямо в видео расскажите, как вот, и, кстати, вот я тоже вот хочу поделиться, некоторые девочки, вот мои зрительницы, те, кто на канал подписан, ну, местные, говорят, свет иногда затянута длинно, я им объясняю, в правом верхнем углу есть такое колесико, шестереночка, раньше было три точки, сейчас нажимаете на эту шестереночку, вылазит такая табличка, и там в самом низу таблички, ну, где-то в самом низу написано скорость воспроизведения, вы ее поднимаете, и там есть, ну, куча скоростей, нажимаете на какую-то скорость, видео идет быстрей, ну, звук понятный, разобрать слова можно, и так можно быстро просмотреть, это для новичков, кто и не знал. учимся, ребята, учимся, как завещал великий Ленин, да, вождь мирового пролетариата, учиться, учиться, и еще раз учиться, а, вовремя засмеялась, ладно, на этой веселой ноте я желаю вам и вашим цветочкам процветания, все будет хорошо, потому что иначе быть не может. Редактор субтитров